Тарас Загородний подключается к нашему эфиру, политтехнолог. Здравствуйте, Тарас. Рада вас видеть. Здравствуйте. Ну вот был у нас материал о том, собственно, что даже в школьных чатах уже проходит реклама на вступайте на контрактную службу и так далее. Давайте откровенно, да, вот, например, в моем детстве тоже учили собирать, разбирать автомат Калашникова на уроках ОБЖ. Я, честно, в этом плохого прям ничего не вижу. Как минимум это какие-то уроки для моторики, соображалка, понятно, насколько ты думаешь или не думаешь, запоминаешь какие-то факты. Но в России-то это происходит по-другому. Там же это происходит вместе с символикой и с идеологией, да, то есть к ненависти Западу, к пропаганде самой службы. То есть ребенок не только учится каким-то базовым вещам, а он также идеологически обработан. Вот объясните, получается ли у Российской Федерации справляться со своими задачами именно идеологической обработки детей? Как вы думаете? Получается. Смотрите, ну поскольку дети — это люди, которые еще с неустоявшейся психикой, и, соответственно, если начинаешь подготавливать детей непосредственно к войне уже с такого возраста, когда ребенок еще не способен критически оценить, что происходит, это работает. Это формирование такого, вот я бы назвал православного талибана. Причем это даже не Советский Союз поздний. Ну вот я немного захватил еще советскую школу поздний, но как бы немного ходил, но захватил. Вот ну не было там такого, как вот показывают россияне, как сейчас делают россияне. По сути, это Северная Корея. По сути, это Сталинский Советский Союз с такой мощной идеологической обработкой, с четким пониманием того, кто враг. Это людей, знаете, даже в Советском Союзе, даже в Сталинском Советском Союзе как бы военная карьера — это было одно из направлений твоей жизни. То есть ты там все-таки там, как детей настраивали, там работать, не знаю, там на предприятии, быть кем-то. И военное направление — это одно из. А тут фактически они не дают никакой альтернативы. То есть лучший способ жизни — это пойти и сдохнуть за Путина, да, либо за Россию. Больше ничего же нет. Они же там не публикуют, что вот еще параллельно есть какие-то у тебя альтернативы. Это, по сути, как я вам сказал, православный талибан. Это эффективно. Не следует это недооценивать. Россияне — мастера пропаганды. Они все прекрасно понимают. И, по сути, они выращивают следующее поколение, которое даже после поражения России, оно будет еще нести за собой вот этот вот милитарный угар, который идет вот по России сейчас. Поэтому все у них... Это работает. Я могу сразу вам сказать. То есть это, можно сказать, такие кирпичики, которые закладываются для реваншистских настроений, как это мы уже слышали после Советского Союза. А вот мы, когда были пионерами, октябрятами, комсомольцами, была стабильность, мы были спортивные, мы читали книжки, а вот сейчас одни компьютеры, интернет. Конечно. И вот смотрите, да, и вот вы смотрите, вот даже учитывая то, что идеологическая обработка в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе, вот те люди, которые вот это говорят, то, что вы ассоциируете, они же, в принципе, прошли уже не такой идеологически накачанный Советский Союз. Это, по сути, если они в школе были, это где-то 70-е, 60-е годы, это не Сталинский Советский Союз. То есть, и мы видим, что эти же люди, в принципе, поддерживают вот такие вот реваншистские настроения. То можно себе представить, какие реваншистские настроения будут поддерживать вот эти вот, то, что вырастет через, когда там ему станет 18-19 лет, то, что он единственной альтернативой для себя будет видеть только войну, больше ничего. То есть, это очень много работы будет в действительности для Украины в будущем. Ну и в то же время мы знаем уже факты о том, что вот эти дети, которых сейчас переодевают в эту новую форму юнармии, делают путинистами с оружием, они должны еще и на карантине посидеть две недели перед тем, как попытаться даже задать вопрос их диктатору, вождю Российской Федерации. Но вот, очевидно, в этот раз либо карантин затянется, либо общение с народом будет все-таки перенесено на ноябрь-декабрь. Я говорю о прямой линии. Тарас, как вы считаете, что же случилось? Почему же главнокомандующий Российской Федерации не хочет выходить на прямую линию? Тем более, это, по-моему, второй раз в течение этих полутора лет уже переносят сроки. Ну, смотрите, путинисты, вот нынешнее руководство путинистов, которое у них занимается в том числе пропагандой, они понимают, что теоретически, теоретически можно адресировать вот эту прямую линию, да? Теоретически можно сделать так, чтобы там все прошло без сучка и без задоринки. Но они понимают одну простую вещь, что искренности не будет. А это чувствуется. А это вот уже поздний Советский Союз, которого они хотят избежать. Советский Союз же, он на своем излете, он же утратил искренность, да? Он утратил вот это понятие драйва, да? То есть, ну, за что, зачем существует Советский Союз, условно говоря? Если, когда он начинался, там была мировая революция, да? То есть, понятно, ради чего, ради какой цели был создан Советский Союз. То есть, если там после того, как Хрущева убрали, начали потух, культ гражданской войны, они начали сильно крутить как раз вот Вторую мировую войну, то есть, ну, имеется в виду Великую Отечественную, это прибрежнее уже началось, потому что долгое время в Советском Союзе 9 мая не было даже выходным днем. Это было обычным днем рабочим, потому что Политбюро того времени понимало, что праздновать-то нечего. Вот, то теперь, соответственно, если возвращаться к Путину, они-то понимают, что говорить-то нечем, нечем хвалить. И лидер, ну, Путин в данном случае, не может родить какой-то хороший позитив, который вызовет искреннее почитание, искренний восторг со стороны россиян, которые можно потом ретранслировать по телевидению. Да, но вы сказали вот про искренность, да? На самом-то деле, ведь Путина дают сейчас настолько дозированно и выборочно. Неужели у россиян есть еще запрос какой-то на искренность? Я имею в виду аудиторий, которая хоть как-то может критично относиться к войне против Украины. Ведь вот одно из его последних проявлений в кадре, он подписывал открытки мобилизованным с каким-то губернатором на встрече. Не-не-не, почему? Последнего появления было о том, что Путин начал рассказывать, что контрнаступление началось, да? Да, и что они успешно отбили. Показали аж один танк «Леопард». То есть до чего докатилась сверхдержава, да? Которая говорила про вторую армию, Киеве за три дня. Теперь для них успех, успех, да? В том, что когда атакуют украинская армия, они подбили целый танк. И они, как они говорят, вывыставили позиции, и это для них уже успех. То есть, опять же, я вам говорю, говорить-то нечем. Говорить нечем, и оно будет неискреннее. Нет, существует. Они добиваются все-таки... Вот чем отличается нынешняя Россия от Советского Союза? В Советском Союзе не было обратной связи с населениями, не было социологии как науки. Она считалась же буржуазной. Она была запрещена вообще. Они отслеживают, фокус-группы постоянно проверяют, постоянно смотрят, как вот не быть скучными, как скучной была уже советская пропаганда, которая вообще никого уже не цепляла. Они все это очень внимательно отслеживают. Вот в чем, в чем. А в искусстве, конечно же, пропаганды, они работают очень профессионально. Как бы мы не смеялись тут, потому что мы смотрим это с украинской колокольни, и думаем, ну они же идиоты, да? Нет, для какой-то критической массы россиян важно вот это чувство, важно искренность, которая дает основание власти думать, что им ничто не угрожает с точки зрения сохранения их власти и, соответственно, активов. Да, но мы видим, опять же, каждый день статистику потерь оккупантов. И цифра растет и растет. И, очевидно, уже все больше семей начинают задавать сами себе вопрос. А что мы там делаем? Зачем эта так называемая специальная военная операция нужна вообще? И, может быть, это тоже есть одна из причин, почему Путину нечего сказать, или он боится услышать какой-нибудь неудобный вопрос, даже после того, как человек просидит две недели на положенном карантине. Да, это тоже, кстати, возможно. Они же вот этот бессмертный полк, они же отменили по этой причине, потому что они понимали, что сейчас люди выйдут с этими плакатами, кто уже погиб вот сейчас, во время войны в Украине. Этот вариант, то, что вы говорите, я тоже не исключаю, тоже не исключаю, что никто не дает гарантии, что кто-нибудь не пойдет и все время что-то там в прямом эфире не скажет. А вот в записи они пока боятся делать, потому что, как я понимаю, у них все-таки есть там понятие прямого эфира, он живой, он дает ощущение близости с народом. И поэтому то, что вот вариант, что кто-то все равно, несмотря на то, что там проверены люди, они могут там всех офицеров ФСБ, ФСО поставить, которые этот, они понимают, что что-то в кадре может произойти не так, что может подвергнуть легитимности, и подорвать легитимность и доверие непосредственно к Путину. А вся власть Путина держится на доверие конкретно к нему. Ну да, если Путин, получается, должен в эфирах балансировать между сумасшествием и какой-то трезвостью, по крайней мере, его так политехнологи натаскивают, то в эфирах кремлевских каналов откровенно призывают разрушать и киевскую дамбу ГЭС после подрыва Херсонской и так далее, и так далее. И россиянам, судя по всему, это нравится. Что мы можем получить как гарантию безопасности? Вот, например, наш заместитель министра обороны Владимир Гаврилов убежден, что вот в Вильнюсе, например, мы получим четкий план действия по вступлению в НАТО в следующем месяце. То есть, если это будет не выдача прям ПДЧ конкретного, то это будет какой-то алгоритм, понятный нам, и какие-то некоторые условия, после которых не останется, знаете, вот этих размытых границ, что двери всегда открыты, но пока нет. Что вы думаете об этом? Остается месяц, довольно важный саммит. Смотрите, да, смотрите, мы не должны концентрироваться полностью на этом саммите, мы должны концентрироваться на конкретных вопросах, связанные с обеспечением оборонознатности нашей страны. То есть, нам нужно оружие от стран НАТО. Украина, де-факто, де-факто уже является членом НАТО. Украина исполняет ту работу, для которой, в принципе, было создано НАТО противодействие агрессии. И никакой ПДЧ нам не нужно. Какой ПДЧ? Что вы нам мозги будете компостировать по поводу того, что есть? Нет, четко. Украина сейчас, и Зеленский добиваются того, чтобы нас приняли по схеме Финляндии и Швеции. То есть, очень быстро, оперативно, без каких-либо вопросов. В принципе, это и есть политическое решение, потому что многие страны НАТО так и были приняты по политическим мотивам. И к ним, знаете, опускали многие моменты, связанные с демократией, с коррупцией. Ну, как знаете, нам компостировали мозг последние 10 лет. Я вот на вскидку хочу примести пример, например, Португалии. Португалию приняли в 1949 году в НАТО, при том, что там был режим Салазара, который очень был близким по духу и по тому, как он выстраивался по режиму Муссолини. Это, по сути, была диктатура. Ну, такая сильная автократия. Там никакой демократии не пахло 30 лет. Но ее держали в НАТО. Был режим полковников, черных полковников Греции в 70-х годах, когда они скатились до таких стандартов не демократии. Но никто же их не исключил из НАТО. Я уже молчу про Турцию, которая в 1952 году была принята в НАТО, которая и не коррупцией, там и не пахла стандартов западных. Ну, в смысле, пахла очень хорошо, так и как по демократии. Но стояла задача принять Турцию по политическим мотивам, потому что она исполняет очень важный функционал НАТО, специалист по особым поручениям. Поэтому Украина может полностью себя позиционировать, как вот Турция. Ребята, у нас есть главное. Мы исполняем функционал, исполняем безопасность. Если есть какие-то там критерии, то вопрос там, да, вот вы с Венгрией разберитесь, пожалуйста, новостным членом НАТО и ЕС. Украина, ну, на порядок больше заслужила бы членом НАТО и ЕС, чем, например, та сама Венгрия. Вот. То есть, вот ускоренные. Но услышим ли мы это на саммите? Может и не услышим. Но это я не считаю критичным для Украины, потому что мы должны четко и ясно понимать, без освобождения всей территории Украины, в границах девяносто первого года, никто нас в НАТО брать не будет. Это мы четко должны понимать. Все эти сказки, которые нам сейчас там Киссинджеры рассказывают, там Фукуяма, этот великий демократ, рассказывает там американские народные сказки о том, что Украину примут в НАТО, если будет освобождена Херсонская, Запорожская области. Это все, я считаю, неправдой и лукавство. главная задача, которая состоит в том, чтобы втянуть нас в так называемые мирные переговоры с Россией, фактически заморозить конфликт, войну, и чтобы Россия могла перегруппироваться. Ну и таким образом Донецкая, Луганская область опять остаются под знаком вопроса по версии этих голубей мира. Мы должны без эмоций относиться к тому, что мы, смотрите, нам не бумажки нужны, знаете, очередная бумажка, даже если они пообещают нас принять в НАТО, да, нам нужна 50 самолетов Ф-16, да, с дозаправщиками лучше. Вот это вот нам конкретно сейчас нужно. А все остальное, ну, как бы, это все декларации и разговоры. А нам не разговоры разговаривать надо, у нас люди гибнут, да, нам нужно оружие, много самолетов, много дополнительного вооружения, вот, плюс нам, я на этих всех эфирах тоже всегда говорю, нужно собственное вооружение, которое должно производиться на территории нашей страны, потому что часть вооружений, которое предоставляет, ну, большая часть вооружений, которое предоставляется Западом, она предоставляется с конкретным ограничением. По территории Российской Федерации бить запрещено. Это четкая позиция, она никак не поменяется. То есть мы должны понимать, а нам нужно собственное оружие, чтобы переносить войну на территорию Российской Федерации. Как знаете, как в таких случаях говорит наша уважаемая СБУ, пововны должно быть больше, да, то в Севастополе, да, то на Крымском мосту, то на территории, то Захар Прилепин, например, что-то не может никак выписаться с больницы после того, как потерял часть тела во время взрыва своей машины. Вот это вот, вот это вот, нам нужно переносить войну на территорию Российской Федерации. Тогда это ускорит процесс окончания войны, в том числе потому, что мы будем их доставать там, да, а НАТО, НАТО, это по факту уже такой вот конечный результат принятия. Конечно, мы же должны быть членом НАТО, это самый устойчивый институт, который вот существует уже сколько, больше 70 лет, 70 уже 4 года в этом году будет, который показал свою эффективность. Вот на территории стран НАТО за всю историю НАТО не было ни одного военного конфликта. Ну, было там некоторое, там в 74-м году, когда Турция оккупировала часть Кипра, небольшие стычки между греками и турками. Ну, это была такая мелочь по сравнению с тем, что происходит. Никакого кровопролития и таких масштабов не было, это самое важное. Да, то есть конфликты, то есть НАТО показал свою эффективность, нам надо быть членом НАТО. Опять же, я хочу зрителям сказать и всем остальным, мы не должны сильно на этом заморачиваться. Спасибо огромное. Тарас Загородний, политехнолог, был в эфире канала Фридом.